Проверим диск на наличие битых секторов с помощью программы Victoria Как ее записывать есть в предыдущем видео Итак, один из параметров выбираем, неважно какой Далее нажимаем букву P, английскую на клавиатуре и выбираем вашу конфигурацию устройства В моем случае это SATA Итак Что делаем далее? Далее жмем F2 для определения жесткого диска Итак, получаем запись вот такую вот Отсутствует DRC плюс DRDI Посмотрим, как это убрать Устраняем ошибку программы Victoria, при которой он не может считать винт Так, заходим в конфиг Нет, security Отключаем security boot Можно наблюдать disabled Отключаем его Так Возвращаемся в конфиг Значит, версия биуса может быть у вас другая Поэтому немножечко по-другому Но суть в том же Убираем serial atasata Здесь у вас стояла Achi Выбираем completability Выбираем этот параметр Здесь меняем место UEFI на Legacy Only Сохраняем данные Смотрим результат Итак Выбираем все тот же параметр Так как у нас SATA диск И видим, что у нас он определился наконец-то Под номером 1 Далее выбираем Тот диск, который нам нужен А именно под цифрой 1 Вводим команду 1 И нажимаем Enter Тот диск, который нам нужен Итак, определился наш Жесткий диск То есть его драйвер И смотрим, что нам предлагает программа Я нажал клавишу вверх Выскочил меню Можно F4 нажать было Неважно Значит, первый пункт Это откуда начнется чтение диска Второй пункт Конец чтения диска Третий пункт Это режим сканирования Линейные обычно оставляем Что делать с битыми блоками? Игнорировать битые блоки Тут можно выбрать что-либо другое Так, сейчас я все устанавливаю И продолжим В общем, выбрали Режим проверки С возможностью восстановления битых секторов Если будет очень много битых секторов То, скорее всего, будет проще Жесткий диск выкинуть Либо же обрезать эти участки Другой программы По имени Acronis Ну ладно Установили все параметры И нажимаем F4 Это запускает Процесс Проверки жесткого диска Если Виктории удастся Восстановить битые сектора И они перезапишутся Здоровыми секторами То, возможно, ваш жесткий диск Еще будет иметь право на жизнь Но пока что идет проверка Полностью мы смотреть ее не будем Потом посмотрим результат Так, ну что ж Диск, в принципе, оказался еще и хороший Два сектора ответили За очень долгое время Один был дефект Который, кстати говоря Был исправлен Ну что ж, посмотрим дальше Что будет с этим диском Давайте запустим повторное сканирование Чтобы убедиться, что Действительно ошибка была исправлена Так F4 Только теперь выберем мы Не Advanced Remap А давайте Classic Remap F4 Ага, запущено Ну давайте подождем Процесса сканирования А также интерфейса программы Значит, слева Вот эти вот большие вот сектора Это график На котором указаны Какие сектора И что Они себе представляют Справа вверху Это те сектора Которые ответили На определенное количество времени Хорошие сектора Это те, которые ответили В первой строчке За 5 миллисекунд Те, что красные сектора Уже Долго отвечали Также перечислены дефекты А также написано Что эти дефекты были Восстановлены Либо знак вопроса Знак вопроса Присутствует до тех пор Пока дефект не будет устранен Либо же останется Если дефект не был устранен Вот такая вот ситуация Кстати говоря Сильно отличается Повторное Сканирование от первого Выводы делайте сами Какой режим При сканировании Выбирать Ну а дальше посмотрим Конец Результат Так Прошло 4 часа Очень много Ошибок Очень много Битых секторов На данном диске В таких случаях Диск уже не спасти Уже 4 часа Идет Проверка Постоянно Битые сектора Написано Что осталось 9 часов На самом деле Это не так В общем Видео все равно Я думаю Будет полезным Для тех Кто хочет Отремонтировать Свой диск Также я думаю Показал вам Все варианты Ну почти все Ремонт диска Если Он еще способен Быть отремонтированным Если же у вас Такая же ситуация Как у меня То просто Напросто Диск ремонтировать Не имеет смысла Его проще Заменить На новое А так Спасибо за внимание Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok